всем привет меня зовут максим и вы на канале moto максимус что друзья в продолжении темы мотоподъемника моего от сорокина напомню это большой мотоподъемник 16.3 я вам о нем рассказывал его показывал и вот в продолжение этой темы сегодня у нас обзор на очередной подъемник тоже от сорокина только теперь это ножничный подъемник сорокин 16.21 но прежде чем мы начнем распаковку этого подъемника и я объясню вам для чего он мною был сегодня приобретен давайте я буквально пару слов скажу об этом большом мотоподъемники потому что уже успел на нем обслужить несколько мотоциклов начиная от легких эндуро заканчивая honda gold wing есть уже понимание какие здесь в этом подъемнике плюсы какие в нем минусы давайте с вами поделюсь и продолжим перейдем к распаковке обзору нового подъемника и так если коротко подъемником я в общем очень доволен да и в общем и в целом вообще классная вещь наконец-таки к 40 годам я получил возможность по не стоять перед мотоциклами на коленях но давайте по факту значит вот вот этим вот лючком который есть в мотоподъемнике я еще ни разу не пользовался честно он так здесь сделан для удобства снятия колеса но пока что такой техники с которой бы я не мог снять колесо просто так еще не было возможно будет об этом позже ремни ремнями я фиксирую все мотоциклы какие бы не обслуживал но в основном конечно все тяжелые мотоциклы и для своего успокоения лучше когда он зафиксирован за дуги или за подножки что-то иногда ремни мешают какой-то работе но их можно аккуратненько отвязать сделать и потом обратно привязать лучше все таки чтобы на высоте мотоцикл был дополнительно зафиксирован что касается вот этих вот лап которые здесь были установлены одна вот такая вот глухая лапа которая не двигается и 2 с механизмом помните она мне вот очень понравилось при установке я думал что это такая классная вещь крутишь значит ручку и зажимаешь переднее колесо по факту я эту приблуду всю снял и ей не пользуюсь объясню почему потому что ну вот функционал от нее но не велик да или можно сказать вообще никакой смотрите если вы обслуживаете постоянно какую-то легкую технику возможно скутера или какие-то легкие мотоциклы то да наверное эта штука удобная заехал мотоцикл вы колесо зажали все мотоцикл стоит но по факту я чаще всего работаю с тяжелыми мотоциклами и этот зажим он как мертвому при парке ты загоняешь зажимаешь мотоцикл нестабильный он вообще не стоит если ты его отпустишь он скорее всего завалится плюс ко всему когда ты работаешь с передним колесом или с вилкой или просто хочешь подлезть там открутить патрубки глушителя тебе нужно повернуть колесо ты не можешь этого сделать потому что тебе эти штуковины мешают в общем игрался с ними игрался и в конце концов убрал плюс ко всему я переделал немножко вот этот стопор он вообще должен стоять наоборот вот этими прорезями вниз я его перевернул потому что вот эта часть нижняя она длиннее чем это и просверлил новые дырки буквально там на два сантиметра дальше но тем не менее сделал я это все максимально для того чтобы стопор переднего колеса ушел уже за грань самого подъемника почему потому что раньше когда я вот доводил до сюда мотоцикл и плюс ко всему еще ставил его на центральную подножку он откатывался назад у меня получалось заднее колесо чуть ли здесь вот но не на не на краю подъемника он стоит не по центру но немножко неудобно плюс ко всему порой даже невозможно было отстегнуть трап как в случае с honda goldwing поэтому принял решение максимально вперед сдвинуть стопор совсем без него неправильно тоже можно промахать один момент и мотоцикл свалится вперед когда ты его закатываешь но тем не менее выдвинул вперед возможно со временем еще дальше сделаю вы нас сварю такую небольшую какую-то лодочку захват под переднее колесо чтобы можно было максимально далеко закатить и потом поставить на центральную подножку поэтому вот так вот я решил сделать чуть подальше для того чтобы мотоциклы на центральной подножке были плюс-минус по центру самого подъемника и в конце концов вот это вот длинная железяка которая лежит на полу она здесь не просто так для декорации дело в том что когда я заезжаю своим ходом на этот подъемник на тяжелом мотоцикле допустим на супер тенери или на на той же holdy gold wing конкретно у меня этот подъемник начинает двигаться съезжать от массы мотоцикла это происходит скорее всего из-за того что у меня в гараже довольно таки скользкая плитка но фиксировать к полу я его не вижу смысла потому что подъемник должен все-таки оставаться мобильным и должна оставаться возможность его подвинуть поэтому вот я просто пошел отрезал кусок профильной трубы упер одним концом в стену другим концом в подъемник и все все это теперь работает и никуда он не едет когда я на него заезжаю вообще по-нормальному на трубу надо будет покрасить красный цвет но пока она вот просто лежит руки до этого еще не дошли и так давайте все-таки переходить собственно непосредственно к сорокину 1621 который я сегодня купил я постараюсь объяснить для чего я это сделал смотрите помимо тех мотоциклов которые я уже обслужил есть пару заявок с на обслуживание мотоциклов у которых нету центральной подножки раз которые мотоциклы типа harley-дэвидсон чопперы у которых довольно таки низкий клиренс у которых снизу даже бывает картер ниже рамы в общем из-за всего из-за этого я понял что мне нужен какой-то домкрат снизу плюс ко всему когда я обслуживаю тот же самый свой эндуро мотоцикл допустим да я его сюда закатил задним подкатом его зафиксировал и все он стоит я с ним работаю колеса снять можно цепь смазать можно все замечательно но если завтра опять же я полезу в прогрессию я понимаю что мне мотоцикл нужно под домкратить снизу под раму там под защиту под что-то и вот как раз для этих целей я выбрал себе сорокин 16.21 купил я его на сайте все инструменты . ru там же где покупал и этот но надо было если честно это сделать сразу я на него еще тогда посматривал но что-то денег пожалел а теперь стал дороже в общем сегодня он стоит 12000 если не ошибаюсь когда я покупал большой он стоил 9 ну в общем ладно черт с ним он мне нужен поэтому я решил его купить начало входит в комплектацию пупырчатый пакет книжка книжка сервисная написано значит мотоподъемник механический 1621 и 1622 1621 и 22 я сейчас постараюсь объяснить в чем разница и объясню почему я выбрал 1621 так дальше в комплектации идут два вот таких вот захвата сейчас покажу для чего они используются идет ключик вот такой напоминающий свечной ключ тут под шестигранник под 22 и собственно сам мотоподъемник вот такой вот большой тяжелый ножничного типа который устанавливается вот сюда так коробочку давайте вот эту сторону уберем а вот это нам еще пригодится смотрите значит по характеристикам сорокин 1621 грузоподъемность данного подъемника 0 4 тонны соответственно 400 килограмм высота подхвата это вот минимальная высота его 9 сантиметров 90 миллиметров давайте сразу поверь проверим ну да 9 и 2 по моему что то такое 9 сантиметров высота подхвата соответственно вас может быть максимально низкий мотоцикл который создает вы под него подсунули все его под домкратили высота подъема 405 миллиметров соответственно 40 сантиметров он поднимется что позволит под домкратить даже какой-то высокий эндуро мотоцикл вес у него 13 6 килограмм ну габариты в упаковке 530 на 340 на 130 если кому-то это будет интересно итак давайте разбираться с ним по сути это вот такие две металлические пластины между которых есть ножничный механизм значит я вам обещал рассказать в чем разница между сорокин 1621 1622 это 1621 он более узкий и у него есть вот эти вот уши которыми можно подхватить мотоцикл под раму сейчас объясню для чего это делается плюс ко всему у него к этому подъемнику приварены вот такие вот два мощных уха под которые можно сделать ответные технологические отверстия вот в этой моей станине основной и если что-то нужно прям жестко зафиксировать можно еще будет фиксировать этот подъемник сюда плюс ко всему вот на этом шестигранники у него я нету никакой ничего не крутилки используется вот этот ключ это удобно ты поднял как тебе надо подъемник и все ее убрал она тебе не мешает в работе ну и собственно давайте посмотрим как это все работает можно это делать руками вы одеваете вот эту штуковину крутите по часовой стрелке и у вас вот эта штуковина начинает подниматься но так как ну туда-сюда его гонять долго можно использовать гайковерт я вот уже об этом подумал вот сразу отдел головку на 22 смотрите как будет удобно я гайковерт поставил и все и он у меня пошел соответственно это очень быстро и удобно гайковерт с недавних пор у меня всегда под рукой вы помните когда перебирал редуктор на супер теннере я сетовал на то что у меня его нету вот приобрел и теперь смогу им себе упростить задачу соответственно быстрее или медленнее все это делать мощности его вполне достаточно для того чтобы поднимать и опускать смотрите и вот для чего собственно используются вот эти уши они одеваются сверху подъемника фиксируются на нем по ширине рамы мотоцикла до фиксируются вот этими барашками по ширине и упираются непосредственно в раму и вы можете под домкратить мотоцикл под раму для чего это может быть нужно для того что есть определенные мотоциклы и конечно немного но тем не менее есть у которых нижняя точка картера или сливного кота болта она даже ниже чем рама и в общем может быть такое что просто-напросто на этой плоскостью вы под домкратить и не можете близко всему я вам сказал что 1621 уже чем 1622 1622 вот он вот такой пошире у него сразу резинка такая но в ремонте мне кажется узкий подъемник будет удобнее я смогу и под домкратить и у меня еще останется место допустим для того же сливного болта или еще для чего-то поэтому выбор мой пал на 16.21 в принципе я им доволен я думаю скорее всего я буду делать в основной станине технологические вот эти отверстия для того чтобы его можно было еще сюда зафиксировать но посмотрим в процессе работы как он себя покажет значит из минусов на которые я обратил внимание потому что признаюсь вам честно перед тем как начать снимать это видео я его распаковал изучил посмотрел мне не понравилось то что очень мало смазки очень мало смазки на всех вот здесь вот вращающихся элементах и здесь и на на главном валу который крутит мотоподъемник но я считаю сорокин за 12 тысяч рублей мог бы чуть-чуть налитольчик и разориться и нормально все смазать а так все остальное выглядит вполне надежно какое будет в работе соответственно мы посмотрим узнаем сейчас понятное дело я сразу вам не готов сказать но мы можем с вами сейчас его проект проверить в работе мне как раз нужно свой suzuki drz поставить на мото подъемник мне нужно сменить колодки смазать помыть и смазать цепь как раз на дрз эти центральные подножки нету и давайте попробуем сейчас загоним его и посмотрим хватит ли нам вот этой высоты подъема для того чтобы под домкратить наш эндуро мотоцикл ну а когда ко мне в гараж зайдет первый мотоцикл я думаю это будет harley электро глайд моего товарища того самого который продал honda golding теперь он на harley он обещался ко мне заехать сменить масло я думаю мы это сделаем уже вот с этим новым подъемником должно у нас все получится ну а пока давайте протестируем на дрз эти так ну что закатываем drz подъемник я не стал убирать просто поставил его вдоль подъемника чтобы он не мешал мотоцикл заезжать не очень конечно удобно делать одному но ничего мы справимся так все мотоцикл стоит плюс-минус по центру подъемника и смотрим хватит ли нам высоты хватит нам высоты сороки на 1621 чтобы поднять подхватить наш drz 400 использую шуруповерт точнее гайковерт сейчас выставлю его ну в принципе одному реально вот одной рукой придерживаем мотоцикл ну и поехали смотрим ну вот гайковерт все таки пару раз успел сработать но уже в самом конце вот кстати а смотрите он мне его вывесил а ну-ка сейчас я еще немножечко покручу да смотрите какая красота у меня мотоцикл вывешен вывешен он полностью в воздухе но не совсем это конечно стабильно чересчур высоко его поднял мне сейчас это не нужно давайте чуть опущу потому что напомню что над 21 площадка довольно таки узкая но если если поднять выше и растянуть его ремнями то будет вполне вполне себе приемлемо и будет замечательно в общем первоначальную распаковку и обзор я вам показал всем меня устраивает все мне нравится ну кроме того что повторюсь сорокин чет пожалел смазки и все вот трущиеся вращающие элементы были смазаны плохо я уже их летольчиком подмазал теперь стало получше ну сорокин за 12 тысяч рублей повторюсь мог бы нормально и смазать так то что мотоцикл я дополнительно зафиксировал еще ремнями давайте попробуем поднимем всю эту конструкцию вместе посмотрим как это будет выглядеть ну кстати я вам хочу сказать что мы его так подняли drz что он практически вывешено и переднее у нас колесо по сути еще поиграться можно вперед назад этим центральным подъемником и эндуро мотоцикл можно спокойно вывешивать чтобы работать одновременно и с передним и задним колесом но за счет того что подъемник узкий не могу сказать что прям стабильно стоит на нем мотоцикл сама конструкция немного играет но по сути задачи свои она выполняет принципе я покупкой своей доволен все мне нравится этот подъемник механический в комплексе с моим большим гидравлическим конечно же расширяет функционал моего гаража расширяет мои возможности с точки зрения обслуживания ремонта разных мотоциклов в общем я всем доволен как всегда все супер все классно смазочки добавим и все будет отлично друзья надеюсь обзор был для вас интересным и полезным в любом случае я старался сделать его таким начинается сезон 22 года уже все выезжают уже все вовсю катаются приезжают ко мне гости приезжают смотреть кавказ это классно это отлично надеюсь все хорошенечко обслужили за зиму свои мотоциклы и мы будем пользоваться этим подъемником как можно реже друзья с вами прощаюсь и по традиции желаю вам путешествуйте и всем добра